Равные возможности программа для инвалидов под таким названием продолжает реализовываться в нашей области. Чтобы стать ее участником, нужно всего лишь заявить о своей проблеме. Накануне в ее рамках члены партии «Единая Россия» многим инвалидам подарили долгожданные коляски. Слово Елене Макаровой. Ставим. Такая обычная инвалидная коляска для людей с ограниченными возможностями спасения. Многие из них без этого технического средства реабилитации не могут передвигаться даже по дому. Геннадий Кошлаков – инвалид первой группы. Уже три года он прикован к постели. К 70-летнему юбилею местной власти члены фракции «Единая Россия» преподнесли ему полезный подарок. Ну, конечно, лучше. Повеселее. Тут так хотя бы к окну подъехать, посмотреть, что там творится-то. Так что большое спасибо за нее. Он всю жизнь на природе. Он и рыбак, и грибник, и ягодник, и дача у нас есть. Так что вот я так надеюсь, что вот с этой, с вашим подарком, с коляской, и он начнет немножко хоть двигаться. Сегодня в нашей области около пяти тысяч людей, нуждающихся в таком транспорте. Теперь дорогостоящее средство передвижения стало доступно всем. Нужно лишь заявить об этом и встать на очередь. К слову, Тамара Агишева стала одной из первых, кто получил инвалидное кресло в рамках программы «Равные возможности». 23 августа, я прям волнуюсь, ампутировали ногу. 13 сентября меня выписали, в Саратове ампутировали мне ногу. Вот 13-го меня выписали, и мы, ну через сколько, наверное, ну через неделю мы пошли в ЦРБ, в больницу. Все документы сдали. На очереди я была 17-я, сказали, что в ноябре будете получать, мы вас оповестим. А вот в пятницу, нет, в четверг Валентина Михайловна позвонила, говорит, что в субботу привезем коляску, будем вручать. Наша задача сегодня выявить тех инвалидов, которые, вот, к примеру, как сегодня, которые стоят на инвалидную группу, получили, а за техническим средством реабилитации еще не заявились. Вот задача надо же это выявлять. Кроме того, с помощью партии «Единая Россия» в Артищевском районе стартует и программа «Доступная среда», которая позволит инвалидам передвигаться по улицам беспрепятственно. Оснащение домов и социальных учреждений пандусами и поручнями этим власти района обещали заняться в ближайшее время.